Швыдкой понимания родства культур сможет прекратить вечный спор славен. Сквозной темой Международного Санкт-Петербургского культурного форума была проблема сохранения культурного кода народа в эпоху глобализации. Она, безусловно, актуальна в пору экономической, политической, научно-технической и культурной унификации, которую мы наблюдаем уже не одно десятилетие. Но не стоит забывать, что схожие процессы, в той или иной форме, человечество уже проходило. Если же прогнозировать будущее, то с большой долей уверенности можно сказать одно – переход от цивилизации буквы, слова, к цифровой реальности, при видимых соблазнах, готовят для культурного кода каждого народа, населяющего планету, новые ловушки. Первое, что приходит на память – строки из послания к колоссинам святого апостола Павла. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варвара, Скифа, Раба, Свободного, но все и во всем Христос. Христианство, как и другие мировые религии, по природе своей космополитично и глобально. Именно поэтому вся история христианства пронизана всепоглощающим конфликтом национальных государств и наднациональной церкви, владычества земного и духовного. Кесарю не положено то, что положено Создателю, а Создателю положено все. Минус. Подведены итоги. H. Славянского международного экономического форума. При этом культурные коды народов обладают множеством уровней, из которых далеко не все расположены к унификации. Более того, они способны трансформировать, приспосабливать к своим уникальным особенностям глобальные мифы. Напомню о примечательном труде, который был опубликован два года назад. Сборник статей «Сесенева. Легенда в фольклорных и рукописных традициях Ближнего Востока, Балкан и Восточной Европы», подготовленный Институтом славяноведения РАН, представляет региональные и национальные версии метал-легенды о святом Сесине, существующей не менее 2000 лет. Она складывается из группы сюжетов о сакральном персонаже, противостоящем женскому демону, который причиняет вред роженицам и младенцам. У восточных словен Сесенева легенда превратилась в заговоры от лихорадки. Эти заговоры нашли отражение и в фольклоре, и в рукописной традиции, и в пластических искусствах. Сознательно выбрал не магистральную мифологему рождающегося и умирающего божества, но некую второстепенную легенду о святом, что называется, «не первого ряда», который при этом пронизывает народное религиозное сознание во множестве регионов, связанных с юдаизмом и христианством. Глобальная, универсальная и вынуждена приспосабливаться к антропологически-культурному коду отдельных этносов. Ощущение бесконечности пространства особенно свойственно русскому мирочувствованию. Тенденции глобализма, впрочем, связаны не только с праконфессиональными верованиями и мировыми религиями, но и с созданиями многонациональных империй в дохристианской и христианской истории, когда этносы оказывались во власть унифицированных законов, подчинявших себе многочисленные народы с их привычным укладом жизни, языками, верованиями, национальным бессознательным. Минус. Петербургский культурный форум собрал более 35 тысяч участников. Славянские племена неоднократно переживали внешнее воздействие иных этносов или новейших потрясений, будь то принятие христианства в Хавеке, жизнь в составе Золотой Орды, модернизации Петра Великого или Александра II вплоть до большевистской утопии, начавшейся в октябре 1917 года, и капиталистического реванша 1992 года. В результате таких трагедий формировался культурный код этносов, населяющих Россию, формировался русский народ, ставший ядром российской нации. Следует учитывать и географические особенности бытования русского народа. Принятое противопоставление славянского леса и тюркоязычной степи слишком прямолинейно, чтобы определить особенности национального характера. Ощущение бесконечности пространства в высшей степени свойственны русскому мирочувствованию. Да и в тюркоязычном мире восприятие пространства неоднородно, что отчетливо выражается в народном искусстве. Достаточно сравнить, скажем, традиционный танец соседлых татар-земледельцев с хореографическим фольклором башкир или казахов, чтобы убедиться в этом. Татарские танцоры словно привязаны к ограниченному пространству. Красота их искусства выражается в изысканности мелких движений и деталей. В башкирском танце захватывает полет всадника, не знающего преград. Новая попытка объединения славянского мира в 21 веке связана с инстинктом самосохранения. Не только антропология, история, но и география влияют на судьбы народов. К этим темам постоянно возвращались в Петербурге мои коллеги из Центральной и Восточной Европы, представляющие форум славянских культур, которому исполнилось 15 лет. Славянский мир, насчитывающий более 250 миллионов человек, на рубежах веих их веков пытался найти пути к культурному и политическому объединению. Этому способствовали и патриотические освободительные движения середины их столетия, стремящиеся к созданию национальных государств. Но панславизм, в конечном счете, говоря словами Пушкина, обернулся семейной враждой. Новая попытка объединения в хевеке связана с инстинктом самосохранения, потребностью занять свое место в новом глобальном мире. При всем различии политических устремлений славянских государств, понимание родства культур сможет прекратить вечный спор славян между собой. Культура культурный обмен колонка Михаила Шведкова